Пилот ТВ Ветераны неба, самолеты и люди. На аэродроме Дракена прошел чемпионат России по самолетному спорту в Лиге Як-52. С Камчатки в Питер. Российский частный пилот на легком самолете «Цесна» готовит перелет по легендарной воздушной трассе «Ленд-Лиза». Первый прием. В Серпуховском районе Подмосковья состоялся авиационный праздник по случаю открытия нового частного аэродрома «Новинки». 20 июня стартует чемпионат мира по высшему пилотажу на Як-52. Он станет уже третьим по счету. В Большое Грызлово приедут представители спортивной авиации из 16 стран мира. 30 лучших летчиков будут бороться за звание чемпиона. Решающим этапом подготовки стал чемпионат России в Лиге Як-52. Он проходил в Дракена. Туда и отправилась наша съемочная группа. Авторитетные спортсмены, высококвалифицированные судьи и отечественные самолеты. В Дракена заключительный день чемпионата России по высшему пилотажу на Як-52. Почему Международная авиационная федерация утвердила вот этот вид спорта в качестве такого официального в этой Лиге? Да потому что очень много зарубежных любителей авиации закупили в нашей стране вот эти вот самолеты. Они стали обладателями этих самолетов. Им стало завидно, наверное, как же вот по высшему пилотажу есть чемпионат мира, а мы в них не участвуем. Своё лидерство на мировой арене в этой Лиге пока демонстрируют российские пилоты, а точнее сказать, лётчики советской школы. Сергей Дадыкин один из них. Налёт только на 52-м Яке 4 тысячи часов. Надёжнейший самолёт на сегодняшний день. Ну, конечно, устаревает немножко. Он 75-го года выпускает этот тип самолёта. Но пока лучшего ничего у нас не сделали. На чемпионат России Сергей прилетел из Новосибирска. Здесь ещё 16 спортсменов со всей страны. На все упражнения отвели три дня соревнований. Программа традиционная для самолётного спорта. Обязательный комплекс, произвольный и неизвестный. Последний, самый интересный. Он остался на крайний день. В десятибалльной системе у нас каждая фигура оценивается. Нужно выйти на вертикаль, к примеру, не 95 градусов, не 85, а ровно 90. Каждые 5 градусов ошибки штрафуются на 1 балл. Условия довольно жёсткие для всех упражнений. Высота 1200 метров и 1000 на 1000 воздушный квадрат, за который выходить нельзя. Иначе штраф. Народ подрастает в техническом. Результаты становятся более. Нет такого большого отрыва от первых мест с последними. Народ летать хочет, наступает на пятки, в общем-то. Мастерство растёт. Так что с этим делом всё нормально. Як-52, говорит Сергей, хороший самолёт для высшего пилотажа. Но всё-таки он учебно-спортивный. Поэтому пилотировать на соревнованиях на нём довольно сложно. Маломощный, тяжеловатый, инертный. Несмотря на это, лётчик справляется с ним на отлично. По итогам первых двух дней Сергей Дадыкин стал лидером соревнований. К сожалению, у нас сам пилотаж от фигуры пилотажа немножко скудеют. Это связано с международными правилами. Это не мы выдумываем, а там. Вот я не знаю, для чего это делается. Ну, а чтобы упростить задачу зарубежным пилотам. Показателем мастерства российских спортсменов стали упражнения квалификационные. Здесь виден уровень подготовки пилотов. Они должны набрать не менее 60% максимальной суммы очков. Все 17 участников чемпионата с этой задачей справились. Наш спорт весь, он жутко старится год от года. А молодёжь не приходит. Не потому, что нет желающих летать. Есть желающие летать. Но в стране у нас так построено всё, что главный вид спорта – это футбол и хоккей. Им главное внимание, им средства. А вот самолётному спорту, я бы сказал, почти ничего не достаётся. В заключительный день чемпионата, когда спортсменам предстояло выполнить самые сложные упражнения, неизвестный комплекс. Погода не заладилась. Ветер, дождь и низкие облака – всё это помеха для пилотов, поэтому пришлось томиться в ожидании. Зато было больше времени на подготовку техники. Рассматриваем с воздушного винта, все шплинты, которые должны стоять, стоят на месте. Всё законтрено, ничего не болтается. Нигде нет потёков масла. Жалюзи все на месте. Сергей рассказывает, каким маршрутом обходит самолёт перед соревнованиями. В приметы лётчик не верит. Доверяет больше собственному опытному взгляду и мастерам-инженерам. А в небе полагается только на собственные силы и навыки пилотирования, который за 30 с лишним лет отточил до блеска. Александр Швыткин, Елена Монина, Владимир Кривко. Пилот ТВ. 9 тысяч километров из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Российский частный пилот Андрей Иванов готовится совершить перелёт по знаменитой ленд-лизовской трассе «Алсип» на лёгком самолёте «Цесна-150». Подробности предстоящего перелёта в нашем материале. Частного пилота Андрея Иванова знают как неутомимого энтузиаста летания и увлечённого авиареставратора. Летать он начал в 12 лет в юношеской планерной школе в Тушине, а несколько лет назад восстановил долётного состояния самолёт «Цесна-150». Но этого неугомонному авиатору показалось мало, и он возглавил группу энтузиастов, восстанавливающих старый Ил-14 на Тушинском аэродроме. Казалось бы, дело так не в проворот, но помог случай, и возникла идея большого перелёта. В этом году отмечается 70-летие открытия трассы «Алсип» в годы Великой Отечественной войны, в которой поставлялась техника по ленд-лизу. И решили эту знаменательную дату отметить перелётом по этой трассе, познакомиться с ветеранами, посетить музеи и эту трассу увидеть живьём. А также её открыть для любителей авиации, для малой авиации, для авиации общего назначения, чтобы связать Дальний Восток и центральную часть России самолётами ООН. «Алсип» — это сокращённое название воздушной трассы «Красноярск-Уэлькаль», по которой в годы войны перегоняли из Аляски в европейскую часть СССР американские самолёты, поставлявшиеся по ленд-лизу. Трасса была построена в рекордно короткие сроки, и за время её существования, с октября 1942 по октябрь 1945 года, из США в Советский Союз перелетели почти 8 тысяч боевых и транспортных самолётов. «Все пилоты на трассе — опытные боевые лётчики. Фронтовая привычка работать в любых условиях понадобилась и здесь. Много мужества и большое мастерство нужны для преодоления этого опасного пути. И того, и другого у наших пилотов много. Достаточно сказать, что на трассе много лётчиков, которые перегнали для фронта свыше 200 самолётов каждой». К сожалению, после войны стало не принято вспоминать об американской помощи. Труд и жертвы строителей и лётчиков «Алсиба» были забыты. Перелёт по исторической трассе даст повод восстановить справедливость. «Я думаю, нужно вселить людям надежду, что эти аэродромы нужны, что то, что они сейчас не действующие, они ещё пригодятся и будут нужны людям. Если не нужна большая авиация, этот аэродром отпала надобность, то для частной авиации эти аэродромы бесценны». Единственное, чем маршрут перелёта отличается от «Алсиба», это точка старта. По расчётам, чистое лётное время составит 70 часов. Это примерно две недели. Но в перелёте длиной 9 тысяч километров возможны задержки по погоде, поэтому путь от Камчатки до Санкт-Петербурга рассчитан на месяц. Старт перелёта запланирован во второй половине июля, завершение 1 августа. Перелёт небольшого самолёта «Цесна» над Россией – это способ увидеть возможности и будущее малой авиации в нашей стране и подтвердить её право на полноценное использование воздушного пространства. Экипаж «Пилот ТВ» приглашает частных лиц и коммерческой организации стать спонсорами перелёта. Такое важное и полезное для страны дело нужно поддержать. Контактную информацию вы найдёте на нашем сайте. Солнце, дождь и полёты. В Подмосковье состоялся авиационный праздник «Аэроновинки-2012», посвящённый открытию в Серпуховском районе нового аэродрома авиации общего назначения «Новинки» и приуроченной к столетию военно-воздушных сил России. Праздник прошёл по уже традиционному сценарию. Пилотаж в небе, прогулки гостей по травяному полю аэродрома, знакомство с авиационной техникой и трансляция песен лётчиков и о лётчиках. Аэродром «Новинки» принимал гостей впервые за свою ещё очень недолгую историю. Строитель этого аэродрома и инвестор, который вложил сюда не только огромные деньги, но и свою огромную душу, Владимир Александрович Чавянский. Он, к сожалению, трагически погиб в августе прошлого года при покорении пика коммунизма, который он покорил, и на спуске, к сожалению, мы его потеряли. И вот этот замечательный светлый человек создал этот аэродром с нуля. Большой корпус с учебными классами, диспетчерская вышка с современным оборудованием, просторный ангар. По уровню оснащённости этот частный аэродром не уступит многим аэропортам. По замыслу покойного Владимира Ивянского, аэродром должен был стать частью большого туристического комплекса. Во многом именно поэтому подход к его строительству был столь фундаментален. По той же причине «Новинки» выбрал в качестве места базирования и учебный центр АБН «Аэро», также выделяющийся серьёзным подходом к учебному процессу. Вот именно это здание олицетворяет, как строители аэродрома относятся к аэродрому. Основательно и серьёзно. А не по остаточному принципу, что первым делом, конечно, самолёты, но всё остальное в вагончиках. Правильно? Ну вот. А у нас, слава богу, здесь и вода, и номера гостиничные хорошего качества. Я здесь ночую, кажется, что в Европе вообще живёшь. На праздник прилетели десятки самолётов, показавших замечательный пилотаж. Одним из самых впечатляющих стал полёт Светланы Капаниной. Прилетел и по два, непременный участник авиационных праздников Подмосковья. Было заметно, что авиаторам новый аэродром понравился. Один из признаков симпатии к аэродрому, когда лётчики начинают обсуждать, не здесь ли организовать ежегодный авиасалон авиации общего назначения, своеобразный русский ошкаш. Просторный аэродром новинки с окружающей его туристической инфраструктурой вполне мог бы принять большой авиационный слёт. Сомнений вызвала только грунтовая полоса длиной 900 метров. То, что полоса грунтовая, это определённые, конечно, неудобства, но всё остальное перевешивает эти временные неудобства. Зимой полоса укатывается, она как бетонная. Широкая, гладкая, никаких нет вопросов. К финалу авиационного праздника в новинках пошёл проливной дождь. Полоса размокла, и не всем самолётам удалось взлететь с первого раза. По условиям рельефа окружающей местности пилоты выбирали не самое удачное направление взлёта, и попутный ветер создавал дополнительные сложности. Один лишь старик по два взлетел легко и непринуждённо, словно подтверждая, что старый конь борозды не испортит. Александр Швыткин, Владимир Кривко, Пилот ТВ. Победоносное шествие идей феминизма постепенно изменило имидж современной женщины. Считается, что ей пристало жить уже не эмоциями, как в прежние тёмные века, а рассудком. Но порой достаточно оторваться от земли, чтобы гендерные роли вернулись к нормальному порядку вещей. Сегодня в нашей постоянной рубрике без комментариев «Небо», «Самолёт», «Девушка» и «Мужественный пилот-инструктор». Смотрите и сопереживайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Согласитесь, лёгкий испуг только украшает женщину. А на сегодня это всё. Летайте с нами на сайте pilot.tv.ru и не забывайте ставить «Мне нравится», чтобы поддержать наш проект на Фейсбуке. С вами был Александр Швыткин. Встречного вам на взлёте и попутного в полёте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok